Ну, это видео все-таки зависит еще от реакции людей, а ты никогда не подстроишься вот под какую-то идеальную реакцию, она все равно будет у всех разная, даже то, что мы слышим с этого канала, смотри, сколько людей, по-разному все это воспринимает, мне приходится даже вот сейчас только буквально ко мне приехали, у меня две дочери, старшая приехала сейчас с зятем, младшая была, вот еще там гости сидели, и мы заговорили, как раз тема зашла за Игнатия Тихоновича, вот, и мне очень долго приходится уже длительное достаточно время пропагандировать и объяснять то, о чем говорит Игнатий Тихонович, они их тоже с его слушают, по-разному воспринимают, но я вижу, они просто, ну, они совсем не понимают, что он говорит, приходится разъяснять, поэтому их реакция на одну и ту же вещь и моя, она будет отличаться, вот. Ну, поэтому, я не знаю, пока я вот ничего такого пограничного пока не вижу. Чисто по-человечески, у меня, ну, периодически возникают такие вот, ну, бунты, вот, казалось бы, ну, человек вот он, прям, я вот познакомился со священником, с одним из Курской области, ну, грамотный такой человек, из Екатеринбурга, ну, просто по жизни у него, как говорится, опыт чрезвизненный такой, понимаешь, и интересно было тоже общение с этим человеком, я вот опять говорю, Игнатий Тихонович, ну, что, одно и то же, вот, ну, включи любой ролик, а одни и те же эти темы, я говорю, ну, людям давайте хоть, ну, это будет интересно, хотя бы 20 минут о себе, чтобы человек, человек рассказал что-то о себе, ну, правильно, это же будет интереснее, как бы, ну, вот вы начинаете и одно и то же, и одно и то же, и одно и то же, вот, как бы, в этом, понимаешь, и я, как бы, нахожусь в подвешенном состоянии, ну, я, вроде, я отдаю там половину времени своего, вот, на это развитие, как бы, канала, я, знаешь, как, свою уже причастность к этому, ко всему. Конечно, да, да. Вот, и в то же время, никаких сдвигов, я говорю, ну, вы же хотите развитие канала, правильно, он говорит, ну, да, и, конечно, он же, он говорит, чтобы я первым попросил бы у президента, это вот мой, этот канал и этот, и форум, чтобы на первое место поставить, я говорю, ну, давайте способствовать этому продвижению без президентов и без всего, давайте с людьми вот так вот это начнем, ну, чтобы люди научались, не только убегали вот от ваших, там, этих самых, вот резких высказываний. Вот сегодня я смотрел, не досмотрел, про разговор с Баптистом из Америки, как бы он немножко не слышит Игнатий Тихонович часто, он, как бы, свою линию пытается ее проводить, а надо послушать, человек немножко о другом говорит, а он вот свою, как бы, наезженную колею, он ее отрабатывает, Игнатий Тихонович. Ну, вот, поэтому здесь как-то вот уйти от накатанного, да, я с тобой согласен, что несколько, как бы, наезжено, все по одной и той же колее проходит, все. Ну, и мне, и мне, понимаешь, я согласен с тобой, и мне приходится, вот я, допустим, ролик это делаю, мне надо его просмотреть, там, раз в пять прослушать, понимаешь, как. Уже вот это вот все, ну, нервоз начинается. Я ему когда-то писал, я говорю, Игнатий, все, я отхожу, короче, я буду делать ролики только, ну, которые требуют, там, какого-то слепки или что-то там, каких-то, ну, в общем, можно сказать, ну, самое интересное. А то, что вот такое, там, простая, там, автозапись, вы ставьте самостоятельно, я этого вообще не буду никак. Ну, вот, может быть, вот на этой почве, да, ну, потому что я одно и то же, к примеру, раз ты прослушал, тебе не понравилось, ты к этому не возвращаешься. А мне приходится к этому усолить, там. Да, 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 я поэтому считаю, что тебе очень тяжело, просто, как бы, нагрузка очень серьезная, потому что я смотрю, по большому счету, только просматриваю, и то у меня время очень много, я вижу, как уходит у меня много времени на это, вот, и о тебе, я уже об этом думаю, ничего себе, Сергей, как это, надорваться можно над этим, поэтому, может быть, тут просто надо тебе нагрузку чуть-чуть ее ослабить. Но, как, вот, с Игнатием Тихоновичем, вот, выстроить, как бы, его подвести все-таки, потому что то, о чем ты говоришь, это да, слишком много времени идет на повтор. Ну, это об этом говорил и Соболев тоже, кстати, и он, помнишь, он говорит, так же, как и мы с тобой тогда этот вопрос обговаривая, он понимает, что это, мол, кто-то первый раз смотрит, и для него это важно. Вот, тут кто ее знает, может быть, так, а может быть, все-таки хорошо бы как-то, пусть оно покороче будет, но какие-то новые направления как-то появляются, чтобы пошире как бы расширить. Ну, сам, он ведь адекватный человек, он же должен это понимать. Вот, я, к примеру, привожу к примеру, возьмем этого, как его называют, Дмитрия Смирнова, или там Олега Стеняева, или же там, вот, у них передача, да, они стараются, понимаешь, к прошлому не возвращаться. То есть, если они говорят это и возвращаются, то это интервал очень большой между вот такими повторами. Ну, тут же, видишь, почему, вот, почему, как, он же прожил, вот, у него же такая богатая жизнь, вот, духовная, опыт, знаешь, сколько людей за все это время. Можно каждый раз вспоминать что-то, вот, и связывать, опять же, с теми историями. Ну, почему, как бы, перевод бесполезно, вот, как будто, я, знаешь, я ему говорю, он как будто не слышит меня. А ты знаешь, я вот думаю, почему так происходит, потому что Игнатий Тихонович, он выделил болевые точки, и по ним только бьет. Вот, и поэтому ему, как бы, от этой канвы отойти-то, как бы, особо не приходится, потому что он сейчас востребован именно как человек, который эти больные точки обозначает. Он чувствует это, и он по ним бьет, и бьет, и бьет. А Дмитрий Смирнов и Стеняев, они, как бы, в полноте широты всей веры, они обо всем говорят. Поэтому им легче, вот, а ему тут, как бы, если он сейчас выйдет из этого направления, то, ну, не знаю, там, какие будут последствия. Нет, ну, болевые точки, их же можно тактично, там, в разных историях находить примеры. Вот, ни одну историю взять и ему солить просто тупо. Да. А их же полно таких историй. Вот, как-то да, не знаю. Здесь есть над чем подумать, в плане, вот, как-то от монотонности этой уйти. Вот, интересно, вот, как у меня был Баптист, вот, этот, понравился. Ну, вообще, такой, настолько, вот, импонирует этот человек, вот, как умеет правильно думать, я сам, вот, как разговаривает человек, а? Тактичным, и аргументы у него есть. Вот, с таким, как раз, разговор интересен. Еще бы Игнатий Тихонович, только его бы послушал, поменьше бы, пропаганду, как бы, такой включал иногда. Вот, сегодня только смотрю, он немножко, более многовато пропаганда, но, как трудно это все. Когда он встретил? Он хоть и говорит, этот Юрий-то, он хоть и говорит, что, вот, я хотел бы там продолжать, вот, и общение, все такое, чтобы им, как говорится. Ну, я все равно, я чую, что он уже, он Игнатий Тихонович начал, он доцепился, хоть придерживает себя этих, они, понимаешь, своих. А вот, как-то, все равно, и у того, возможно, будет настроение не то, и этот, все равно, слышение для своих отпустит. А здесь из-за того, что, вот, как раз, было бы намного интересней, и вот здесь, вот, может быть, как раз, вот этот момент попробовать, надо еще раз посмотреть мне вот это видео, как раз попробовать по нему с Игнатием Тихоновичем еще как-то поговорить. Как раз видно, что напрягает вот этого Юрия, то, что Игнатий Тихонович, он просто делает повторы, которые ему уже давно известны. И он их, как бы, прокатывает, прокатывает, чуть ли не в каждой даже разговоре он их повторяет. Здесь надо говорить только по той, о том, о чем он спрашивает. И тогда будет все нормально. А пропаганду ее надо, как бы, уменьшить в этом плане. Я тут, да, я тоже об этом сегодня подумал. Что вижу, что он сожалеет, что Игнатий Тихонович тратит его время на то, что для него это уже известно и так. Видишь, он даже, у него такая легкая улыбка проскакивает, он вроде бы и готов уже. В новый вопрос он же садится, он подготовил список вопросов всего. Он же, понимаешь, и тут полтора часа, два часа пролетает, а оно одно и то же опять, вот, а то другое. Да, 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 да. Здесь вот этот есть момент, да, вот я сегодня об этом как раз тоже думал, думаю, зря Игнатий Тихонович прокатывает их. Потому что, ну, даже такой тактичный, выдержанный человек, как вот этот Юрий, он может, в общем-то, да, устать. Вот, эх, это мы все такие, эх, никак. Ну, брат, одно дело, понимаешь, одно, одно дело мы вот в себе сами или там вот в отношениях своих, но это, это канал, который, ну, он один. Ну, понимаешь, этот канал, на него периодически приходят, уходят новые люди. И этот канал, он должен питать в себе людей, он должен привлекать чем-то, но не по постоянным шарманкой одной и той же. Ну, да, да. Вот мы, смысл какой-то этого канала, что, опять же, как он говорит о истинном православии, мы должны показать людям истинное православие, то есть, настоящее какое, оно и есть. Вот, ну, вот смысл вот этого, вот, достичь этого. Да. Ну, как бы, вот, фибрально бы, что надо, вот, вот, хорошо бы, я еще не знаю, кому бы, кто бы мог бы, если бы сказать ему об этом. Понимаешь, потому что люди, я смотрю, люди тоже боятся ему, говорят, я вот с Украины, там, с одним, с Киева, парень начал ему, ну, смотрит уже, вот его, наверное, целый. Я говорю, ну, выходи, да ну, что ты, он рукой махнул, да что ты, как будто я ему под паровозом предложил броситься, понимаешь. Ну, боятся люди, реально боятся. Да. Здесь вот, как раз, ты знаешь, как раз нужен разговор такой, как раз вот не нужен он общественный разговор. Тут вот взять бы, поговорить, допустим, вот сейчас, троем соединиться бы, поговорить, да, вот об этом. Вот. Потому что, ну, не знаю, я, например, не боюсь разговора и напрямую, и на запись, вот, только, может быть, есть польза от этого, можно об этом что-то сказать, будет ли только толк, не знаю. Нет, тут не переходить на личности, без всяких, без всего, а нам, вот, давайте построим тактику, выстроим такой вот канал, и чего мы хотим добиться, и чего мы имеем, то есть поставить и сравнить вот две этих противоположности. Вот, как бы, вот, знаешь, на уровне программы какой-то составить. Да. Да, тут, но тут тогда надо, когда какие-то вообще акценты вообще их из записей собрать, и какие-то моменты, вот сказать, что вот сюда лучше не возвращаться, как бы, да, вот, не повторяться. Он скажет, ну, вы меня вообще тут хотите закрыть этими столбами. Я скажу, не знаю там слово, как бы потом сказать, буду думать так, как я говорил, и не говорил. Так, как вы, под язык не лезете мне. Да, 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 вот скажут, под язык не лезете опять, учите меня, о чем не говорите. Мы изначально сделаем такие вот обговорки, что мы не переходим на личности, а мы выстраиваем тактику. Вот, если вы хотите, чтобы канал становился более популярным, вот, нужна какая-то определенная программа, тактика, вот. Но это везде, это же, ну, любое тут, есть какие-то правила, условия там, или как-то еще выдавается, не знаю. Да, да, да. То есть определенные, человек тоже, люди сейчас все, как говорится, загнанные, времени свободно нет. Человек, если выделяет там час, он выделил, так, сейчас сяду, посмотрю, и он буквально бежать ему. Он же хочет, ну, что-то в полноте провести, вот это вот, сейчас, когда начинается, вот это вот уже, это шарманты, и все. Вот, кстати, еще сейчас вспомнилось, он отвечает на какой-то вопрос и начинает подтягивать истории, которые, в общем-то, к этому вопросу не имеют. Но из его как раз арсенала. То есть это вообще неправильно, нельзя, вот вопрос поставили, надо только о нем говорить. Не надо уходить в другие темы, просто это затягивает разговор, и человек, может, это неинтересно, он, может, это уже знает. Вот это, да. И оно укоротит сам время, вот это общение, как бы такое. И оно его сожмет и уберет лишнее. Вот это, кстати, должно более-менее как-то дать более живость. Вот тут праздник, знаете, видишь, вот такой вот бизнес-план составить, да, как говоришь, первое, второе, вот видишь, первое было яскало, второе вот ты сейчас сказал. И вот таких же, видишь, моментов их куча. Да, 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 да. А у него память хорошая, он, допустим, он его сразу как стихи Евангелия приходит на ум, а он раз запомнил бы вот это вот 10 правил, например, ну, каких-то, да? Да. И, допустим, что-то сказать, он бы уже раз так, это правило третье, так, сюда мы и отходим. Вот как бы так. Ты знаешь, Сергей, еще вот смотри, например, вот что мы с тобой вот видим и о чем мы с тобой сейчас проговорили, по сути речь идет о повторах, да, ведь? Как бы больше мы пока ничего с тобой не вытянули того, что нам бы не нравилось. Повторы. Значит, как только он прекратит повторы, то, по большому счету, вновь приходящие люди, мы же там имеем вопросы, которые люди ставят. Начну как у Дмитрия Смирнова по Союзу, вот телефон звонит, и там они одно и то же из года в год одно и то же повторяют. Тут либо надо, как этот отец Дмитрий говорит, типа, давай, отец Александр, ты отвечай, я уже надоел мне отвечать, Игнатий Стихович будет так говорить, не будет отвечать, либо начнет повторение делать опять. Тут тогда уже надо смотреть, что делать-то, вообще не записывать и не выкладывать эти ролики? Вот, потому что повторы, они обязательно повторные ответы вызовут. А такие беседы умные, как с Баптистом, вот этим Юрием, они редкие, таких людей мало. Ну, тут уже, как бы, надо тогда по теме. Здесь действительно можно очень много интересного составить, только уже не надо распыляться, Игнатий Стихович. Тут действительно беседы интересные, их можно выделить даже, там, любому послушать потом. Тут, понимаешь, еще суть-то в чем? Он человек духовно богатый, да? У него Бог дал ему хорошую память, у него, ну, концентрация таких знаний, можно сказать. Он бы, в короткое время, он хочет выплеснуть как можно больше информации, которую он имеет. Вот, он понимает, что он даже, не договаривая даже слова, вот, скачать с темы на тему, ему кажется, что человек его понимает. Да. Вот, вот, челюсть у него отпала, он прям моментально, буквально скачками такими прыгает по темам, понимаешь, ему кажется, что его понимают. Ага. А у меня дочери, кстати, об этом, я, говорит, вообще не понимаю, что он говорит. Слушаю, я, говорит, вообще не понимаю, о чем он говорит. Это вот как раз, ну, это, правда, Дмитрий Смирнов говорит, у наших православных, говорит, концентрации хватает максимум на 10 минут, через 10 минут у них концентрация уже пропадает, они уже, говорит, ничего не могут понять, о чем речь идет, даже самые простые тексты. Ну, а уж, когда Игнатий Тихонович заворачивает и перескакивает, это надо особую цепость ума иметь, чтобы не упустить, что он говорит. Это, да. Я не знаю, я по три раза прослушиваю вещи, еще прислушиваюсь. Ну, да. Это уже, когда много слушаешь, уже знаешь, уже тут, как бы, легче за его мыслью следить, как бы, ты уже знаешь, куда это, о чем эта история. Ну, да. Он иной раз, вроде, что-то, знаешь, ну, такой прям грандиозный, что-то скажешь, настолько незначительно, он это скажешь и перескочит раз на другую тему. Вот это, по сути, если развернуть вопрос, ну, это, это самые знания какие. Да, 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 да. Да, его как бы распечатать, вот, выйти из этой вот критикантской линии, она как бы нужна, но он прям просто в нее вот до конца вошел и не хочет уходить из нее, вот, из этой критики. Но, с другой стороны, я его понимаю, потому что это ему как раз и дает успеха, и он боится, что сейчас начни о простом убегут, батюшек слушать, я буду это как один из батюшек, скажет он. А так, конечно, у него же столько, вот видно, о чем-то он заговорит, но он думает, вот бы интересно, сколько он знает, о чем мы еще не слышали, об этом бы. Но здесь, видишь, еще эти вопросы не ставятся ему такие. А с другой стороны, может быть, они не ставятся, извини, Сергей, потому что он как бы линию выводит свою, и он ее ведет по своему усмотрению. И люди, в общем-то, как бы, ну, больше всего, ведь все равно люди мягкие, как бы, отваливаются. Я не знаю, вот раз какой-нибудь богослов там очень, какой-нибудь вопрос там задаст, знаешь, и я прям смотрю, у него открываются прям новые какие-то источники, он откуда достает вообще имена, фамилии какие-то вообще, о которых и слыхом еще никто не слыхивал. То есть, они где-то у него лежат в загашнике, а он о них вообще не говорит. Ну да, да. Да, они.